Добрый день. Тема сегодняшнего вебинара «Искусственный интеллект и архитектура сознания». Ведущий Фролов Сергей Анатольевич. Итак, сегодня мы с вами обсудим следующие вопросы. Что такое сильный искусственный интеллект? Чем он отличается от слабого искусственного интеллекта? Что требуется для того, чтобы перейти от слабого искусственного интеллекта к сильному? Вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, с одной стороны, выглядят так, как будто это взгляд за горизонт в какое-то далекое будущее. В действительности все ровно наоборот. Если это не взгляд в прошлое, то как минимум это взгляд в сегодняшний день. Мы с вами подробно обсудим, как можно реконструировать архитектуру сознания человека и перенести ее на искусственные носители таким образом, чтобы искусственный интеллект смог обладать сознанием аналогичным человеческим. Что означает архитектура сознания человека и что означает, что искусственный интеллект обладает сознанием аналогичным человеческим? В первую очередь это означает, что сознание способно решать проблему контекста. То есть каждый момент времени обладает возможностью распознавать наиболее актуальную задачу, которая требует поведенческого решения. В этой связи мы сегодня рассмотрим модель пяти базовых задач и пяти базовых контроллеров, которые сформировались в ходе эволюции живой природы для управления изменением поведения живых организмов, в том числе человека, для решения адаптационных задач и обеспечения средового благополучия видов. Данная модель пяти базовых задач и пяти базовых контроллеров была представлена в работе Фролова «Эволюция сознания», которая вышла в 2021 году на русском и английском языках, а также в работе «Искусственный интеллект и архитектура сознания», которая в электронном виде вышла в 2022 году, а в печатном варианте вышла в первой половине 2023 года. Вы можете видеть обложки этих работ на этом слайде. Также летом 2024 года в издательство «Директ Медиа» выходит новая книга Фролова, посвященная проблеме сильного искусственного интеллекта и реконструкции человеческого сознания, эмоций, личности и психики на искусственных носителях для создания искусственного интеллекта уровня человека. Давайте вспомним, что весь искусственный интеллект разделяется на три условных уровня. Слабый искусственный интеллект – это весь нынешний существующий искусственный интеллект, включая GPT. Он способен решать отдельные, изолированные, предустановленные задачи. Например, составлять тексты, создавать визуальные образы, обрабатывать бигдата, играть в шахматы, распознавать лица, управлять беспилотными аппаратами и тому подобное. Но по сути, весь нынешний искусственный интеллект – это всего лишь софт, да, очень продвинутый, но тем не менее, это программное обеспечение, алгоритмы, инструкции, сценарии, коды, критерии и так далее. В отличие от слабого, сильный предполагает, что искусственный интеллект обладает способностью понимать, что происходит и в чем проблема в каждый момент времени в динамическом контексте. То есть, по аналогии с человеческим сознанием, сильный искусственный интеллект самостоятельно способен распознать наиболее актуальную задачу в динамическом контексте, которая требует поведенческого решения. Третий уровень – это суперискусственный интеллект, понятие, которое ввел Ник Бостром. Это интеллект, который превосходит весь совокупный интеллект, его человечество на Земле вместе взятого. Из трех видов искусственного интеллекта существует реально только слабый. Сильный и суперискусственный интеллект – это гипотетические конструкции, которые не имеют достоверных, четких критериев и конвенциональных определений. Несмотря на то, что слабый искусственный интеллект способен решать предустановленные на него задачи намного эффективнее, лучше, быстрее, чем это способен делать человек, тем не менее нам, по всей видимости, этого уже мало. Нам хочется, чтобы искусственный интеллект стал обладать сознанием аналогичным человеческому. Особые надежды возлагаются на увеличение мощности компьютеров и повышение производительности процессоров, особенно в связи с переходом на квантовые компьютеры. Это позволит, как предполагается, конечно, оснастить искусственный интеллект всеми свойствами и функциями человеческого сознания. Однако все больше специалистов высказывают сомнения в отношении того, что за счет одного лишь увеличения мощности и производительности можно решить проблему контекста. Например, проблема понимания скрытых эмоций других людей, подтекста, сообщений, нюансов текущей ситуации и многие другие проблемы не могут быть решены на уровне одних лишь технологий. Они требуют нечто большего. Второе магистральное направление, которое объединяет усилия специалистов по разработке сильного искусственного интеллекта, это создание искусственного мозга или обнаружение неких паттернов распознания в мозге человека, которые бы содержали в себе то, что мы называем сознанием или когнитивной деятельностью. Несмотря на то, что в серьезных научных журналах стали появляться статьи с отчетами о том, что ученым удалось получить определенные структуры мозга, конечно, говорить о том, что удалось приблизиться к созданию искусственного человеческого мозга невозможно. Отдельные клетки, отдельные структуры, да, скорее всего, могли получить. Тем не менее, остается главный вопрос. Как в искусственном мозге должно зародиться сознание? Ну, возможно, как электричество в батарейке или еще каким-то образом? Где оно будет находиться? Как оно будет управлять мозгом? Или как мозг будет управлять сознанием? Кто будет решать, какая проблема наиболее актуальна в данный момент? Какое решение правильное? Какое решение неправильное? И что вообще в данный момент необходимо делать? Третий подход к созданию сильного искусственного интеллекта основан на реконструкции архитектуры сознания, которая позволяет нам структурировать информационное поле вокруг нас таким образом, чтобы иметь возможность вычислять ту задачу, которая требует поведенческого решения в данный момент времени. Сам термин «архитектура сознания» уходит корнями в когнитивистику и его традиционно связывают с именем Алана Ньюэла и его коллегами в работе над единой теорией познания. В 70-х годах XX века начались интенсивные поиски надежной архитектуры сознания, которая позволила бы отразить то, как наше сознание воспринимает, обрабатывает, структурирует информацию и преобразовывает в знания о происходящем. Это направление продолжает интенсивно развиваться и к настоящему времени уже разработано множество вариантов архитектур сознания, в том числе разработанных такими авторитетными экспертами в области искусственного интеллекта, как Родни Брукс, Аарон Сломан, Марвин Мински, Эдельман, Ньюэлл и многими другими. По сути, есть две причины для разработки когнитивной архитектуры, так пишет Вернон. Одна – это лучше понять сознание в целом, а другая – создать искусственные системы, обладающие возможностями, обычно присущие людям. На данный момент окончательной, исчерпывающей и конвенциональной архитектуры сознания еще не было представлено, и работы в этом направлении продолжаются. Представленная здесь модель архитектуры сознания основывается на том, что всем живым организмам требуется обрабатывать информацию для принятия поведенческих решений с целью обеспечения своего средового благополучия и видового процветания, то есть обеспечения трех базовых условий выживания – энергия, безопасность, репродукция. При этом не только человек должен принимать поведенческие решения, а также любой живой организм, поскольку это является основой выживания в природе. Естественный отбор быстро отсеивает всех, кто не способен вовремя распознать и вычислить наиболее актуальную задачу в данный момент и на регулярной основе ошибается в выборе наиболее верного и адекватного поведенческого решения. Представленная здесь модель была получена в результате исследования и анализа образа жизни и поведения более 500 репрезентативных видов живых организмов, их общевидовых поведенческих реакций и паттернов изменения поведения в отношении таких стимулов, которые требуют распознания и вычисления. Полученные результаты исследования показали, что в основе выживания всех живых организмов на Земле лежат всего 5 базовых адаптационных задач. Эти задачи являются базовыми потому, что они разделяют все живые организмы на 5 основных групп и являются общими для каждой из соответствующей группы. В результате эволюции естественного отбора группы видов оснащаются соответствующими базовыми когнитивно-поведенческими паттернами или контроллерами, которые управляют решениями соответствующих базовых задач. Иначе говоря, для того, чтобы принять поведенческое решение и адаптивно изменить свое поведение, живым организмам необходимо сначала распознать значения элементов информационного поля, которые позволяют вычислить соответствующую задачу, а затем на основании полученных значений принять соответствующее поведенческое решение и изменить поведение. Например, для того, чтобы принять решение нападать или убегать, необходимо идентифицировать внешний объект как потенциальную добычу или хищника. Решение подобного рода задачи требует оценки расстояния, скорости, размеров, численности, направления, характера движения и многих других вычислений. Мы собрали и обобщили все общевидовые стимулы, то есть объекты, события, явления, процессы и тому подобное. Все, что требует от организма принятия поведенческого решения и наоборот, на которые организмы должны реагировать своим изменением поведения для обеспечения средового благополучия. Таким образом, все живое на Земле, включая бактерий, простейших, растения, грибы, насекомых и, конечно же, самого человека, составляют всего пять основных групп живых организмов по числу базовых адаптационных задач, доменов информационного поля, которые организмы способны и должны распознавать для принятия адекватного поведенческого решения, то есть для формирования адаптационного изменения поведения. С филогенетической точки зрения, эти группы видов образуют вот такую интересную эволюционную траекторию. Сейчас мы более подробно остановимся на каждой из них. Обратите внимание на то, что приращение когнитивных способностей видов в эволюции происходит в виде возникновения новой базовой адаптационной задачи и соответствующей базовой когнитивно-поведенческой структурой, управляющей ее решением. Каждая новая группа оснащается способностью распознавать новый домен значений информационного поля и обладевает новым когнитивно-поведенческим потенциалом. Также важно обратить внимание вот на какой момент. Дело в том, что развитие когнитивных способностей видов напрямую не связано с наличием или отсутствием сенсорных органов, размером или даже наличием мозга и нервной системы в целом, общей развитостью вида, его образом жизни, средой обитания и тому подобное. Итак, виды, составляющие первую группу и образующие первый трек в эволюции сознания, имеют в своем основании одну общую адаптационную задачу, которая объединяет все виды вообще на Земле, начиная с нашего общего первого предка. Эта задача связана с управлением информацией и контролем изменениями поведения в отношении объектов в непосредственной близости и показателями среды в категориях 0-1, то есть благоприятное-неблагоприятное, еда-не-еда, энергия-не-энергия, свет-не-свет, давление-не-давление и так далее. Эта группа обладает одной общей универсальной картой, которую можно выразить вот таким схематичным образом, в виде черно-белого восприятия. Поэтому группа получила название бинарная или биполярная. Соответственно, эта группа обладает одним общим базовым когнитивно-поведенческим контроллером, управляющим решением соответствующей задачи, то есть перемещение из менее благоприятной среды в более благоприятную. Вторая группа видов, образующая второй трек в эволюции сознания, в основе своего выживания имеет уже две базовые задачи. Соответственно, к первой, то есть предыдущей, добавляется вторая, то есть новая. Эта задача связана с управлением информацией и контролем изменениями поведения в отношении отдельно свободно-подвижных объектов дистанционно. Например, преследование потенциальной добычи, избегание хищника, поиск и обнаружение полового партнера и тому подобное. Вторая группа видов, соответственно, обладает теперь уже двумя универсальными когнитивными картами, которые позволяют им распознавать соответствующие значения элементов информационного поля. Также эта группа обладает двумя базовыми когнитивно-поведенческими контроллерами, которые управляют решением двух соответствующих базовых адаптационных задач. Способность данной группы видов распознавать отдельные объекты, события, явления и элементы отражена в ее названии – элементарные. Третья группа видов, образуя третий трек эволюции сознания, в основе выживания которой уже находятся три базовые общие адаптационные задачи. К предыдущим двум добавляется новое, которое связано с управлением информацией и контролем изменениями поведения в отношении восприятия других организмов. В этой связи третья группа получила название «манипуляторная». Например, способность использовать адаптивный и активный камуфляж, манифестировать, сигнализировать, симулировать, вводить в заблуждение, привлечение внимания, способность выставлять себя в том виде и облике, который не соответствует реальному образу организма, использование различного рода манипуляций, а также осуществление навигации других организмов в заданном направлении и тому подобное. Таким образом, третья группа видов обладает уже тремя универсальными когнитивными картами, которые позволяют им распознавать значение контекста и текущей ситуации для того, чтобы управлять восприятием других организмов и влиять на их поведение. Четвертая группа видов образует, соответственно, четвертый трек эволюции сознания. В основе этой группы находятся уже четыре общие базовые адаптационные задачи. К предыдущим трем добавляется новое, четвертое, которое связано с управлением информацией и контролем изменениями поведения в отношении динамической системы взаимосвязанных объектов. Например, групповое взаимодействие, которое включает в себя одновременно сотрудничество и соперничество внутри стаи, пары, группы сородичей и т.д. Данная группа оснащается новым когнитивно-поведенческим потенциалом, который связан со способностью организма взаимодействовать внутри группы, достигать общей цели путем перераспределения и делегирования обязанностей, распределять роли, функции, формировать иерархическое подчинение, способность помогать, поддерживать, защищать и соперничать одновременно. В этой связи данная группа получила название «комбинаторная», потому что обладает способностью оперировать и взаимодействовать с несколькими объектами одновременно. Важно обратить внимание на то, что подобные свойства не обязательно связаны с размерами мозга или, например, с принадлежностью к группе млекопитающих. Конечно, наиболее яркими представителями являются млекопитающие, особенно те, чья жизнь разворачивается в трехмерной среде, например, в воде, в кронах деревьев. Тем не менее, например, птицы, такие как врановые или попугаи, не имеют такого неокортекса, как у млекопитающих. Тем не менее, также способны взаимодействовать в группе и обладают высоким интеллектом, не уступающим интеллекту млекопитающих. Наконец, пятая группа образует, соответственно, пятый трек эволюции сознания, который условно можно назвать символическим. В эту группу входит в полной мере только человек, поскольку это единственный на данный момент подтвержденный вид, который способен управлять и использовать для своего средового благополучия формализованные символические системы. Такие как речь, язык, наука, финансовые инструменты, нотная грамота и тому подобное. В определенной степени к этой группе могут быть также отнесены и дельфины, и высшие приматы, такие как шимпанзе, гориллы, аргутаны. Но тем не менее, в таком объеме, как человек, ни один другой вид не способен использовать формализованные символические и знаковые системы. Поэтому преимущество в когнитивных способностях и развитии интеллекта человека заключается в том, что у него на одну задачу и на одну когнитивную карту больше, чем у ближайших его предков из четвертой группы. Соответственно, человек способен распознавать на один домен элементов информационного поля больше, что является его отличительным свойством, отделяющим его от четвертой группы и всей остальной живой природы. По выражению Лури, человек способен оперировать объектами в их отсутствии. Имеется в виду, что мы можем использовать образы, символы, знаки, обозначения для того, чтобы оперировать в своем сознании и мышлении объектами так, как если бы они были настоящими, предметными и в непосредственном доступе. Это позволяет нам изучать те объекты, которые никогда не будут нам доступны непосредственным образом. Например, марианская впадина, квазары, кванты, бисексфейсы, логарифмы, суффиксы, дискурсы и тому подобное. Таким образом, архитектура сознания человека может быть представлена как функционал по решению этих пяти базовых адаптационных задач. Учитывая, что каждая из этих задач в эволюции появляются последовательно, и каждая новая задача не только не отменяет предыдущие, но наоборот, на каждом новом треке эволюции сознания группа видов наследует все предыдущие адаптационные задачи и весь потенциал, который она приобрела в решении соответствующих задач. Таким образом, каждая из этих адаптационных задач имеет для человеческого сознания особое значение, ведь каждый предок на соответствующем треке должен был решать соответствующее число базовых адаптационных задач для того, чтобы остаться в живых и оставить потомство. Иначе говоря, неспособность решать эти задачи означала бы смерть и вымирание, и естественный отбор не пропускает вперед те организмы и виды, которые на регулярной основе не способны вычислять и решать свои базовые адаптационные задачи. Подводя итог, я хотел бы сказать, что представленная модель во многом является продолжением теории эволюции психики Леонтьева Алексея Николаевича, которая впервые появилась на свет еще в далеком 1947 году. В своей теории Леонтьев предложил стадиальную модель отражения психикой окружающей реальности для управления адаптационной деятельностью организма. В модели, которая представлена здесь сегодня, наше сознание структурирует все значения окружающего мира в виде пяти доменов информационного поля, состоящих из соответствующих адаптационных задач, требующих поведенческого решения и изменения поведения. Можно провести такую аналогию. На этом слайде вы можете видеть известную оптическую иллюзию, на которой в изображении одного животного спрятано изображение нескольких других. Для того, чтобы их разглядеть, требуется переключение взгляда и некоторая работа сознания. Представьте, что внутри каждого изображения постоянно происходит какое-то значимое для вас событие, и вам постоянно нужно отслеживать, какого рода события являются более приоритетными в каждом изображении в каждый момент времени. Примерно по этой же схеме работает наше сознание, воспринимая окружающий мир с учетом того, что таких базовых изображений, в кавычках, конечно, то есть базовых доменов информационного поля, всего пять. В свое время Ульрик Найсер утверждал, что задача психолога, который пытается понять человеческое сознание, аналогична задаче человека, который пытается выяснить, как запрограммирован компьютер. Сейчас мы можем сказать, что сознание человека – это действительно в определенном смысле компьютер, который запрограммирован эволюцией на решение пяти базовых адаптационных задач. Реконструкция функционала по решению этих пяти задач на искусственных носителях позволит реконструировать сознание человека и оснастить им искусственный интеллект. Тем не менее, остается еще много вопросов. Мы до конца не знаем, насколько реалистично перенести подобный функционал на искусственные носители. Мы не знаем, зачем нам это нужно. Мы не знаем, чем это обернется для нас. Мы не знаем, насколько мы можем доверять сами себе и насколько мы готовы взять на себя ответственность за использование такого функционала, аналогичного человеческому сознанию. Тем не менее, искусственный интеллект уровня человека, еще даже не будучи созданным, уже помогает нам решать проблемы и отвечать на вопросы о природе и функционале человеческой психики, сознания, эмоций, личности, которые многие годы и даже десятилетия мы оставляли без ответа. Благодарю вас за ваше время и ваше внимание. Благодарю вас за ваше время. Благодарю вас за ваше время.